Российский экспортный центр по всем баннерам является организатором этого мероприятия. Конечно, мы провели большую подготовительную работу вместе с Конгрессом. У нас большие стендовые площади, у нас здесь происходит мэчинг наших компаний российских с компаниями с Африканского континента. Мы организовываем такую мэчинг-зону для бизнес-договоренностей между нашими компаниями. У нас большая политическая повестка совместно с руководством Африканской государств и правительством Российской Федерации. Мы участвуем в двухсторонних встречах на высшем уровне. У нас целый ряд подписаний бизнес-соглашений по нашему прямому бизнесу на территории Африки. Это по крупным сделкам. У нас много встреч по нашим планам, в том числе по российской промышленной зоне в Египте, о которой говорил президент на пленарном заседании. Поэтому у нас очень активная повестка, мы с удовольствием ее отрабатываем и делимся ей с окружающими. В частности, мы на полях форума, у нас обсуждается детали и дальнейший график реализации российской промышленной зоны в Египте. Это один из крупнейших проектов, которые сейчас озвучиваются на уровне взаимодействия Египта и Российской Федерации. В частности, вы знаете, что у нас большой уровень военно-технического сотрудничества, но на смену этому приходят еще и гражданские направления. В частности, и президент говорил об атомной станции Вильдеба. Это крупнейшие проекты в машиностроении, о которых было сегодня сказано, и были подписаны соглашения. И вот российская промзона. Что такое российская промышленная зона в Египте? Это соглашение достигнуто на верхнем уровне, межгосударственный контракт, подписанный Министерствами промышленности и торговли двух стран. С российской стороны это министр промышленности и торговли Мантуров Денис Валентинович, со стороны Египта это также министр промышленности и торговли Амар Насар. Соглашение определяет возможность для российской стороны получения на статусе узуфрукта территории порядка 500 гектар в особой зоне Суэцкого канала с целью локализации на этой территории значительного потенциала промышленности наших компаний для дальнейшей продажи этих продуктов на рынках как Африканского Союза, так и Ближнего Востока и, конечно, стран Южной и Северной Америки. Почему это интересно для нас? Безусловно, мы все прекрасно понимаем, Африка это растущий рынок, только население одного лишь Египта в год увеличивается на 2 миллиона человек и, по мнению многих экспертов, в 30-м году рынок африканских стран, вообще африканского континента, он сравняется с рынком Китая. Поэтому, безусловно, это перспективная большая площадка, куда стремятся все крупнейшие товаропроизводители, это касается и европейских производителей, и азиатских компаний, и американского континента. Безусловно, России нельзя отставать от этого тренда, Россия возвращается в Африку. И вот такой уникальный проект будет реализован в рамках создания промышленной площадки, куда придут российские компании, построят свои предприятия, и будут продукцию, произведенную на территории Египта, на территории особоэкономической зоны, дальше продавать на территории африканского континента и сопредельных государств. Такой интересный проект нам предстоит реализовать вместе с нашими египетскими партнерами. Была хорошая шутка, такая витала на полях, когда, ну, Египет сейчас председательствует в Африканском союзе, но многие африканцы говорят, ну, Африка, ну, Египет, а не совсем Африка, все-таки это такое-то ворота, это более такое европейзированное, более уже интегрированное в бизнес-повестку государство. И действительно, мы правильно, что мы начинаем с Египта, потому что Египет в большей степени готов для того, чтобы мы пришли на эту территорию со своими проектами. У нас уже есть большая повестка, как я о ней сказал уже ранее. Вот, поэтому, ну, уникальность проекта, она определена уникальностью географического положения Суэцкого канала. Безусловно, это крупнейшая транспортная артерия, это промышленный узел, который формирует египетская сторона. Тысячи гектар земли сейчас культивируются египетской стороной, приводятся в соответствии с потребованиями промышленным землям. Строятся гигантские энергетические сооружения, мосты, тоннели, магистрали автодорожные, опреснительные станции. Ну, все делается для того, чтобы крупные резиденты приходили. Вот такой уникальный проект, когда египетская сторона работает не с конкретной компанией, а есть межгосударственное соглашение о том, что мы, как российская сторона, российский экспортный центр со стороны Российской Федерации, привлечет сам российские компании, мы комплексно придем на площадку. Кстати говоря, у нас порядка 26 соглашений уже подписано с теми компаниями, которые хотели бы в будущем локализоваться здесь. Все это гигантское окно возможностей, как я уже сказал, подрастущий африканский рынок. И, кстати, вот сегодня была сессия, на которой мы как раз обсуждали наш проект, российскую промзону с представителями деловых кругов африканского континента. И сразу две страны прямо на сессии вставали министры, поднимали руки, сказали, мы хотим такой проект, пожалуйста, у нас есть свои зоны, давайте мы тоже готовы с Россией войти в такой проект. Поэтому мне кажется, что вот еще до начала, до официального старта строительных работ, работ по локализации компании, а у нас сейчас подготовительная стадия, уже такой гигантский интерес к этому проекту, который, по сути, обрекает нас на успех, на то, чтобы на этот проект был большой спрос. Но хочется, чтобы именно так это и было. Безусловно, такое уникальное мероприятие, как саммит России и Африка, это вот как раз та площадка, на которой нужно обсуждать такие гигантские проекты. Субтитры создавал DimaTorzok